то мы увидим, что существовала музыка различных жанров. Музыка военная, музыка свадебная, музыка для развлечения людей. Но любая еврейская музыка все равно так или иначе имела отношение к Богу. То есть, когда народ шел на войну, впереди шли левиты. Это была военная музыка. То есть, на свадьбах, вот нас приглашают иногда на свадьбу. Мы играем. Что мы играем там? Какую-то светскую музыку? Нет, мы прославляем Бога. И это все равно направлено к Богу, правильно? Вот так было и в Израиле. Так же было и в Израиле. Левитов приглашали, они играли, как бы, и все равно это все было направлено к Богу. На похоронах тоже. Осе шалом бим ромау. Мы эту кадиш поем. Он тоже направлен на Бога, а не на проблему. Понимаете, да? Веймру, аминь, да будет так. То есть, как бы. Так. Музыка даже, которую Давида приглашали, для чего? Для того, чтобы он развлекал царя. Она тоже была направлена на Бога. То есть, сходило присутствие Божие. В отличие от музыки, которая употреблялась в языческих храмах. Вы знаете, что в храмах там были и оргии, да? То есть, как бы, и там, ну, всяческие вещи, всяческие непотребства были. То есть, когда служили различным языческим богам. И вся эта музыка, она служила, у нее было вообще другое предназначение. Она служила для разжигания страстей. Там тоже были пляски. Пляски Дионисию. Там в храме Афродиты, там храмовые, как бы, наложницы были. То есть, вся эта музыка, она служила для разжигания страстей. И на удовлетворение похоти, ну, на просто плоть. Ну, как бы, все было направлено на плоть, как бы. Если мы пытаемся определить, от Бога это или нет, прежде всего, нам нужен духовный навык. Вот мы говорили об этом. Мы имеем опыт, и мы можем сравнивать, и даже если мы, ну, мы можем интуитивно чувствовать, как бы, как она влияет на нас, эта музыка. Если мы имеем жизненный, духовный опыт, как бы, богатый, понимаете, да? Уже ваши чувства, они навыкам приучены. Вы уже, ну, как бы, отчасти интуитивно чувствуете. Но если даже вы не имеете опыта, то есть критерии, по которым оценивают, как бы, это. И первое это, кто прославляется или что. Что или кто прославляется. Бог ли прославляется в этом? Или прославляется плоть какая-то, ну, отдельная личность, понимаете, да? Или что-то прославляется, какое-то божество, или сама музыка даже прославляется, понимаете, да? И плоды этого действия, то есть плод. Вот это два основных критерия, как бы, ну, ну, может быть, еще масса критериев, где вы можете анализировать просто. Да, ну, основные, можно так сказать. Кто прославляется, что прославляется в этой музыке, как бы. И вот помните, мы говорили о Яни? Очень хорошая музыка, да? Но просто там на переднем, на переднем там плане все время там, вот, Яни, музыканты, понимаешь, там, виртуозная скрипачка, виртуозный там какой-то, пригласили какого-то там, ну, африканцы, он там на этой трубе, там, на национальной такой играет, огромнейший, как бы, там, полураздетый, то есть, как бы, в одних плавках там разрисованный бегает по сцене, понимаете, да? То есть, как бы, есть такие моменты, по которым, но в целом музыка просто шикарная. И это все происходит на фоне, мало там, там, огромнейшие голографические изображения, на фоне там Тач-Махала, там, или там, каких-то китайских, как бы, таких храмов, или там, мусульманских храмов, понимаете, да? То есть, я не видел даже там христианских храмов, там, там звучит китайская музыка и китайский храм, ну, как бы, там, буддийский храм там изображается, или Тач-Махал там, вот это индийский, или, или этот, мечеть, это Амара, то есть, понимаете, да? То есть, ну, я не видел там, или какой-то, ну, какая-то природа изображается. Ну, чтобы там изображался даже христианский какой-то, просто храм, я не видел во время этого концерта. Ну, это я так уже, вот сейчас даже анализирую, вот, как бы, даже по этим критериям, то есть, что прославляется, как бы. И помните, я, когда мы говорили там о этом, ну, о том, что дьявол, он создал множество, как бы, божеств, да, разных, как бы, религий, разных предметов поклонений, да? И он говорит, вот, как бы, славьте, вот это, как бы, а меня здесь нет. Меня здесь нет, вот это вот хорошая, вообще, замечательная природа, и мы поклоняемся этой природе, да? То есть, но забыли о том, кто ее сотворил. И вот его должно прославить, а не эту природу, как бы. Хорошо. Перейдем там отчасти к инструментам, которые использовались. Вот те, которые Давид готовил. Так, немножко. Вот, в Библии, в Библии вы можете увидеть эти, ну, как бы, там говорится, цитры, псалтыри, гусли, да, как бы, тимпаны, какие там еще, говорится, шафар, да, трубы. То есть, вот инструменты делились на три группы, там, духовые, струнные и ударные. Вот основными инструментами, которые упоминаются в Библии, является это угаб или поперечная флейта. Ну, на иврите это звучит, звучит как угаб. Б, да, угаб, это поперечная флейта. То есть, на которой играет вот так вот. Да. Халиль. Это продольная флейта. Вот такая вот. Дудочка. Да, вон у этого, у Валика есть. Халиль. 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 Еще, ну, к духовым относился шафар. Ну, я думаю, что вам, может быть, и не обязательно это. Вы можете, как бы, писать. Я буду рассказывать просто, да. То есть, мы не будем нациклиться. Я не думаю, что все там из вас музыканты. Если вам будет интересно, вы можете взять материал, да. Шафар и хацутсра – это были серебряные трубы. Если шафар, он делался из рога, да, то есть, как бы, сейчас подойдем, будем разбирать. Хацутсра – это были серебряные трубы, чисто из металла сделанные. И вот шафар и хацутсра – это являлись сольными инструментами. Вот эти трубы и шафар – это были сольные инструменты. А все инструменты остальные, они были, как бы, предназначены для того, чтобы, ну, для оркестра просто. И они никогда в одиночку, как бы, не использовались. Они все использовались в оркестре непосредственно уже. В современных изданиях, сидурах, а также, если посмотрим на масорецкие тексты, ну, на Тору, то мы увидим знаки кантиляции, вот эти, о которых мы говорили, да. И также использовались определенные отрывки, определенные гармонические последовательностями, являвшиеся частью мелодии, то есть, краткие, неизменные мотивы. И они назывались теомим и нагенот. Ну, вот эти вот, помните, я вам говорил, части музыкальные, там, говорю, такая-то, и пошла такая-то гармония. Вот это, вот эти вот части назывались теомим и нагенот. Так вот, знаки кантиляции указывают на определенный теомим или нагенот, то есть, определенный мотив и ритм. Это были определенные мотивы и ритмы. Христианская музыка напрямую произошла от еврейской храмовой музыки. Христианская музыка, она берет свое начало в еврейской храмовой музыке. Мы можем проследить вот эти вот знаки, вот эти кантиляции в византийской традиции. Они называются невмы у них. Григорианские песнопения, о которых вы знаете все, да, там, много раз слышали, эти григорианские песнопения. Они также подобны, ну, еврейским напевам, которые использовались, вот, и имеют такой же самый пентатонический лад. То есть, ну, там, вы не музыканты, и я, собственно, там, особенно не образованный музыкант, но это, как бы, если там полный ряд музыкальных, там, 7 нот, да, то там пента это 5. То есть, как бы, основой там является 5 нот, как бы, которые, вот, они обыгрываются, как бы, и там различные. То есть, вот, основой григорианского распела является пентатонический лад, как бы, и он берет, он тоже очень похож, ну, как бы, на это, на еврейские вот эти вот напевы. Имеет одну природу, вот, как бы, природную составляющую с еврейскими мотивами. Мы упомянули, что все инструменты делятся на три группы. И вот к духовым относятся Угаб, Халиль, Шафар и Хацусра. Угаб – это тростниковая дудочка, наиболее древний инструмент. Это самый древний инструмент, о котором мы вообще, первое упоминание, ну, в Библии, как бы, там, в книге Танаха писан Ювал, сын Ламеха, который был родоначальником, написано «Всех играющих, всех играющих, родоначальник всех играющих на свирели и гуслях». Но гусли, как таковых, как мы себе представляем, это были не гусли, это мы потом разберем, это кинор был. То есть, это, ну, употреблялось, это, ну, как бы, а? Угабы. Угаб, да. Он именно играл на свирели. То есть, это вот именно вот этот вот Угаб, там употребляется это слово Угабы. А гусли, ну, мы сейчас подойдем. Мы сейчас подойдем. Иногда еще, ну, как бы, свирели или флейта, вот как бы, вот так вот такие названия применяются. Считалось, что флейта Угабы, она подражала звукам, издаваемыми птицами в брачный период. То есть, она, ну, она действительно, вот даже вот мы играли вот там, вот там, одну из песен, и там вот Женя, он использовал флейту, он и такие, да, 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 да. такие то есть напевы такие мелодии она действительно она подражает как бы не очень высокий как бы тон как бы подражание подражает пению птиц в брачный период халиль этом вы можете увидеть ну там исайя 512 3 царство 140 там места писания там именно говорится о флейте из тростника или дерева или даже рога то есть халиль это вот продольная такая дудочка были также двойные флейты они как бы были спаренные вот такие вот но как бы совмещено вместе сделано так и вот расходились то есть назывались они нагилот нагилот дальше к духовым относилась хатсуцра это вот эти вот стальные ну серебряные трубы потом они делались также медные как бы они такие были ну как бы тонкие длинные как бои в конце имели ну немножко такое расширение то есть они как горны были которые вот трубили при открытии храмовых ворот и каждый инструмент определялся в определенный момент в храмовом служении и служил для определенных вещей каждый инструмент то есть как бы если вот горны они трубили при открытии храмовых ворот в особо радостных событиях возвещали об особо радостных событиях а также в ритуале жертвоприношений также эта труба ну можно могла возвещать о начале войны то есть как говорили как военная музыка да то есть как на гарнистров там потом уже там во многих использовалась а может это и до этого использовался потом это давид применил как бы мы можем точно сказать вот во втором параллелепоменоне 5 глава 12 стих это когда происходило посвящение храма соломонова когда по 2 параллелепоменон 12 стих 5 5 глава 12 стих там именно говорится вот об этих трубах от сусра когда там 120 священников трубили такими трубами в храме соломоновом представьте себе 120 труб как дунут можете себе представить но как бы 120 труб они просто дунут как это просто я себя даже не представляю тут иногда вот там есть такие автобусы ездит он как дунет в один сигнал просто аж присаживаясь а тут 120 труб как дунут и вот одновременно это духовые именно сигналы понимаете это не просто электрический там сигнал а тут вот 120 как дунут то есть я себе не представляю то конечно там врата поколебаются и конечно его там будут эти все народы слышать вокруг когда это об это жить еще не только трубы там же еще были как бы там псалтыри да на которых играли потом еще поющие там стоял хор огромнейший как бы и пел то есть это все одновременно происходило понимаете да и дон господин наполнило облако и честно говорю вам иногда я ну были некоторые служения когда я вот как бы мы вот поклонялись двигались и я реально как бы ну открывай глаза и такой как 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 туман да я подумал что дым я подумал что что-то горит я начал принюхиваться думаю может из аппаратуры что-то горит шофар труба из рога кошерного животного бывает большой и малый но но только не из рога но он из рога быка не только не бык это должен был любой кошерное животное как бы они бывают маленькие там там небольшие бывает вдоль там большие шофары как там очень много мест писания где говорится там исход частности 19 глава 16 стих когда евреи выходили из египта и когда получали тору там сильный звук шофара то есть там говорится о том что там сильный трубный звук но на самом деле там говорится о сильном звуке шофара то есть возвещал выходку и возвести выход народа или как бы когда народ получал тору струнным инструментом относятся кинор невель это разный разные видны арф арф кинор и невель это разные виды арф еще в современном иврите кинор это скрипка обозначает до кинор в современном иврите обозначает уже скрипка и тут местописание там бытие там 421 и бытие 327 те кто играли там на киноре то есть на арфе на этой бытие 421 это это вот там где говорится на свирели и на гуслях этот сын ламеха от родоначальник бытие 3127 это лаван играл на киноре лаван которого яков служил он играл и 1 паралипоминон 16 5 это там где уже как бы посвящался ну давид скинь на скинье там поминает 16 глава 5 стих кинор и невель использовались в торжественных случаях при триумфальных шествиях вот когда там несли вот этот ковчег да вот там играли на кинорах то есть вот на вот этих гуслях то есть о которых говорится один из самых распространенных инструментов которые использовали левиты когда аккомпанировали своему пению то есть когда пели вот как бы это когда вида он играл как бы вот на этом киноре именно на киноре слово кинор эдетично родственному слову кефара то есть как бы но она была то есть это во второй век до рождества христова в септуагинте это уже в переводе то есть как бы в септуагинте упоминается слово кефара и они были двадцати струнные и сорока струнные то есть кинор кефара это одно и то же и так же кефара потом она трансформировалась еще есть такой ну упоминается как китара китара и потом от этого произошло уже гитара а в ай но они и говорится как оси таро это китара вот как бы да то есть это все одно и то же как бы одни и те же производные которые употреблялись материалом служила кипарисовые ну кипарис и украшалась она золотом и янтарем там как бы а струны как бы делались из из кишок овечек то есть высушивались натягивались и во время игры их можно было ослабить то есть как бы потом подтянуть там специальные инструменты использовались косточка медиатор то есть но там есть как бы приблизительно как бы изображение то есть этих инструментов но вот именно кинор он как бы там были разные виды там 10 10 струнные вот невель это 10 струнная арфа то есть как бы как он там называется сейчас невеля сор цитра то есть 10 струнная то есть она имела ну вот такой вот вид то есть как бы и там вот так вот натянуты струны были а кинор он немножко отличался он держался вот так вот игрался то есть вот как современная гитара держится как там ситар держится но настоящий как бы там много струн и он вот так вот играется вот давид вот играл вот так вот да так он там еще упоминается что он не использовал где-то как-то в каких-то устных преданиях он не использовал косточку он играл это пальцами пальцами да и как вы знаете на акустических гитарах играют пальцами да а одно используют еще на других гитарах медиаторы то есть вот эти косточки различные приспособления употреблялись упоминается также семиструнные инструменты внешне там десятиструнные инструменты упоминается водки ситары китары то есть иосифом флавием в описаниях его как бы исторических там книгах а вот эти различные вспомогательные инструменты которые как бы употреблялись к ним еще применялась как бы такой термин как клей земер клей земер или клешир клешир это вспомогательные такие инструменты потом это нет приспособления которые вот там косточки эти всякие да там были еще такие как палочки они одевались на этот ну на пальцы как бы и хлопались то есть да это кастаньеты это кстати изобретение не испанцев а это евреев они употреблялись евреями как бы кастаньеты то есть потом это то что мы знаем русском народе как ложки да то есть как бы как разные трещотки там то есть это все как бы использовалась в храмовом служении эти все инструменты на пальцы вот эти одевались и там щелкались а вот это понятие как клей земер потом как бы трансформировалась уже как бы вот то что мы называем клей земер это разные инструменты группа определенных инструментов и мы вот можем там сейчас фестивале проходит клей земер а то есть это еврейской такой музыки они импровизируют как джазовый фестиваль и так вот и это это музыканты были как бы такие вот бродячие которые играли на свадьбах на похоронах там то есть вот это определенный набор инструментов там допустим он включал было там три-четыре музыканта которые имели вот там ударный инструмент там какую-то вот это там может быть струнный какой-то инструмент как бы и вот они там играли на свадьбах это назвал клей смерть кинор никогда в одиночку не звучал вот это вот арфа в одиночку никогда не звучало как минимум должно было звучать девять инструментов как минимум девять инструментов это упоминается в вавилонском талмуде и мелодии которые на них исполнялись обычно были радостными даже каждый инструмент он должен был определенным то есть они были предназначены для определенных мелодий то есть вот кинор он относился к но к тем инструментом которые должны были играть радостные мелодии именно радостные мелодии то есть и об этом инструменте о киноре говорили пророки что если этот инструмент является символом счастья и радости то он должен молчать пока люди не перестанут грешить и ну это но в раввинистических таких вот там учениях писания когда говорится так и это стало но потом как бы взяли это место как бы и раввины и как бы поскольку храма храм перестал существовать да то как бы ну они это ну как бы взяли как основание для того чтобы ну исключить вот игру то есть в синагогальных служениях то есть во время служения в синагоге то есть как бы что инструменты должны молчать помните там даже есть местописание когда они повесили свои арфы то есть как бы да и там типа мы вам играли то есть как бы то есть они как бы скорбели о том что разрушен храм и эти но левиты они повесили свои арфы то есть чтобы они молчали потому что ну это было скорбное событие а сам инструмент предполагал как бы что должна играться радостная музыка и потом вот это явилось как бы может быть это как бы такое раввинистическое толкование что этот инструмент больше стал светским нежели храмовым то есть он больше использовался в светской музыке то есть вот кинорка кита китара ситара то есть как бы там где-то служила уже не в храмах да служила как бы больше как бы там для развлечения как бы и все там невель это классическая арфа но невели это классическая арфа она похожа как бы на современную арфу вот как знаете многие из вас может видели его еще применялся термин сантерь в современном и виврите это рояль тоже означает рояль сантери сантерь в современном мире и вврите рояль но вот невель арфа она была похожа на вот на современную арфу ударные инструменты тоф назывался тоф буква на конце тоф ударные инструменты то это кольцо из дерева или металла обтянутая кожей и по краям обвешанные такими металлическими бряцалками там разными да ну типа да напоминала цыганский бубен такой то есть просто колечко обтянутое как бы там такие колокольчики очень любили женщины его использовать в танцах и по сей день используя именно там вот когда мирям взяла там вот этот тимпан и пропустилась пляс да это вот именно вот этот вот тоф тоф упоминается также еще использовались и упоминается там в исходе 1520 дух дербаке это уже от арабов то есть как бы ну больше как бы арабские названия то есть как бы это вот этот тимпан тимпан который вот в исходе упоминается в 1520 и он имел совсем другое как бы это как был как глиняный горшок только обрезанное дно как бы и натянутая кожа подобие только глиняный был глиняный горшок обрезанное дно и натянутая кожа вот это был как на современном языке его называют дарбук дарбук дербаке или дух дух или дербаке это ударные инструменты то есть такие использовались которые в библейские вот времена мы читаем еще к ударным инструментом относился цельцилим это две тарелки медные которые ударялись друг от друга цельцилим то есть они издавали такой звонкий звук то есть кстати их тоже в храме очень было много там человек 30 держала эти тарелки как бы я где-то читал представьте если они бряцнут этими тарелками это вам не барабаны которые вы слушаете там просто уши повянут потому что это но настолько я не знаю как выдерживали а а в скине была высота там скинью было четыре тысячи музыкантов то есть но не все одновременно служили но там масса инструментов было понимаете на четыре тысячи было только левитов которые непосредственно музыканты были а вообще давидом по моему 37 тысяч левитов обслуживала скинью давида 37 тысяч мы потом но как бы когда скине будем говорить коснемся 37 тысяч этот шатер обслуживала и 4000 из них было только одних левитов то только певчих и играющих вот гонги еще или кимвалы это подобие гонга огромная тарелка металлическая такая в которую били палкой там действительно поколебались бы врата то есть ну эти косяки сдвинулись бы то есть то что там вот жалуются как бы люди что барабаны да это просто ну я не знаю это пискомара по сравнению с тем что происходило там хотя это и на улице происходило но поверьте это как бы было очень громко там же он не один был этот год в которой били а их было несколько этих тарелок то труб как дунут а еще давно еще хор там стоял человек тоже на на 300 как бы то есть это все как бы вот так вот я себе даже не представляю еще упоминается как бы вот кастаньеты которых мы говорили которые укреплялись на указательном и большом пальце и не как бы вот оно щелкались из дерева делались или из косточки еще то такой инструмент как шалиш металлический согнутый треугольником пруд вот о таком инструменте упоминается то есть когда женщины выходили встречать там давида и саула как бы когда они возвращались с войны как бы у нас есть такой треугольничек еще термины которые употребляются как бы вот там вот в библии где говорится аламод помните я вам говорил что такое аламод то есть буквально в это женская сопрано то есть тонкий голос аламод это женская сопрано но поскольку женщины не служили в храме то это из ну пели подростки юные левиты вот этим тонким голосом пели юные левиты у папы римского но служили кастраты да специально вот как бы это делали но вы знаете что в храме этого не могло быть то есть потому что там даже сказано что ну вы можете прочитать ну ничего ущербного там не должно было служить поэтому женщины не могли служить поэтому использую но как бы вот юные детские голоса использовали и это вот применялся термин как аламод то есть высокий голос как бы аль хашминит низкая октава которая была ну как бы пела в октаву этому голосу то есть низкая аль хашминит то есть применялся такой термин и у евреев что интересно не было многоголосие все пелось одним голосом то есть но как бы в октаву может быть да но как бы но не было расклада вот этого многоголосие там оно применялось в трубах были вот хатсоцра трубы да иногда спаривались и они были разных тонов и игралась или по очереди или две одновременно игрались а многоголосие вот но у них не было я вот не знаю почему но вот так вот было не знаю может для того чтобы все вот там говорит все были как один помните да там не это и играющие поющие как бы все были как одно то есть они как бы издавали такой один один голос то есть такой там да и это все как бы она вы знаете если мы все там так в унисон как бы замычим то это ну реально произведет как бы ну это усиливать друг друга как бы усиливает я думаю может быть поэтому то есть может быть и поэтому хотя они были искусны но вот как бы для может быть для единства это использовалось я не знаю может быть ну вот так вот еще такое упоминается понятие как шигайон плачевная песня этого вакуума 3 1 авакуума книга ну книга рука вакуума 3 3 глава 1 стих шигайон плачевная песня или песни в высоком высоком тоне вот тоже где дети пели как бы такая трагическая плачевная песнь песнь в высоком тоне а вакуум 3 глава 1 стих и еще одно понятие села села оно могло означать пауза или селлах в некоторых библиях вы читаете там селлах типа оно означало пауза или пауза в пении когда играют инструменты то есть пение прекращалось то есть и играли музыкальные инструменты там допустим солировали как бы или еще села означает скала да ну все закончим на этом этот урок я говорю я говорю